Мы сейчас все-таки найдем объем шара. Сейчас вы увидите вещь просто потрясающая, красивая. Ее изобрел Архимед в свое время. Когда Владимир Михайлович Тихомиров читал одну из самых первых лекций на «Малом их мате», этого самого лектория, который, кстати, в этом году уже 14-й год, забавным образом. То есть я все считаю, что я такой, так сказать, только начал его, а оказывается, он уже 14 лет существует. То в качестве одной из нескольких самых великих задач математики Тихомиров привел именно эту конструкцию. Ну, я не уверен, что она действительно самая великая, но безусловно одна из самых симпатичных и самых замечательных. Итак, что сейчас мы делаем? Вот есть шар. Господа, давайте сделаем так. Мы будем считать не объем шара, а объем половины шара. Вы согласны, что от этого ничего не изменится? Просто потом на два умножим, да? Вот. А теперь рассказываю, как мы будем считать объем этой самой половины шара. Мы возьмем, проведем вот так вот вертикально прямые, так что получится такой цилиндр. Через верхнюю точку шара проведем горизонтальную касательную. А дальше сделаем следующее. Рассмотрим такой конус. Поняли смысл? Рассмотрим такой конус. Итак, обозначение. Радиус нашего шара – это R большое. Я сейчас прошу вас сказать, чему равно вот это расстояние. R большое. Абсолютно верно. Дальше. Я беру на некоторой высоте X точку центр вот этого сечения. И, господа, я сейчас рассмотрю две окружности. Или два круга, если угодно. Одна из них получается как сечение конуса. Вот она красная. Все видят? А другая получается как сечение шара. Так, ребята, я боюсь, что мне сейчас будет некрасиво. Более-менее готовы мне поверить? Да. На высоте X сечение шара. Задача. Найдите радиус красной окружности. И найдите радиус зеленой окружности. Радиус красной X. Очень хорошо. Радиус красной X. А радиус зеленой? Ну, отлично. Вы будете объяснить все. Радиус красной окружности X. Это, наверное, понятно. Потому что... Можно сделать гомотезь. Можно сделать гомотезь вот этой окружности. Если угодно гомотезь. Если угодно. Просто заметите, что когда вы вот так вот проведете, то вот эта прямая, она же идет под 45 градусов. Согласны? Потому что вот здесь, а здесь. Все. Значит, здесь есть. Вот. А, кто еще? Заметим, что вот это у нас R. Да. И здесь есть прямоугольный треугольник. Да. И здесь тоже прямоугольник. Значит, для вот этого отрезка это... До конца доведите. И лучше липши не здесь. Лапши там A. Да, да. И в стороне. А, да. Да. В стороне допишите. Корень. Отлично. Очень хорошо. Так, иначе. Теперь... Нет, не уходите. Теперь я вас прошу об одном удалжении. Пожалуйста, посчитайте площадь красного круга. Площадь круга это πr квадрат. Площадь красного круга это πx квадрат. Спасибо. Посчитайте теперь площадь зеленого круга. Это πr квадрат. А теперь посчитайте сумму площадей красного и зеленого. Все поняли, что получилось? А, да. πr квадрат. Замечательная сочинка. Сумма площадей и половинки шаровой формы. Это все время одна и та же величина. А теперь, если кто-то когда-то ел блины, то он нас поймет. Вот представьте себе, что вы конус отведете в сторонку, вы параллельно сдвинете, и после этого настрагаете на тонкие-тонкие-тонкие блины. Что у вас получится? У вас получится шар, состоит внизу самый широкий, самый большой блин, и постепенно уменьшается. Такая стопка блинов, постепенно уменьшающаяся. Конус маленький внизу блинчик, а вверху все больше, больше и больше. Но на каждом уровне сумма площадей одна и та же. Поэтому, когда вы берете объем красного вот этого конуса и прибавляете к нему объем половины шара, то у вас получается в точности объем вот этого цилиндра. Ну, осталось сообразить. Значит, объем цилиндра – это πr квадрат умножить на его высоту, то есть на r. Пишу. πr квадрат надо умножить на r. Так вот, чтобы получить объем шара, мы должны из этой величины вычесть объем конуса. Ну, нет, потом умножить на 2 – это да, я уже говорил, что мы это не забудем, конечно. Но интереснее. Объем конуса, ну и как объем пирамиды, то же самое. Это третья часть произведения площади основания на высоту. Значит, так и пишу. Одна третья, площадь основания – это площадь круга. Одна третья πr квадрат. Высота у красного конуса такая же. Вот. Значит, из πr куб вычитается одна и третья, получается две третих, умножается на два, получается четыре третьих πr куб. Вот, ребята, это архимия. В каждом слове. Да. Это архимия. Не площадь, а объем. А, ну, если честно, мы это делали при помощи интеграла. Это был интеграл от х квадрата. Помните, мы там делили на кусочки, переходили к пределам. Нет, 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 смотрите, в какой-то момент вы должны использовать интеграл. Собственно, архимент этот смог сделать ровно потому, что до этого он интегральное исчисление, по сути, изобрел. То есть, до этого он научился считать интеграл от х квадрата. Вы понимаете, да? Нет, сейчас разговор не о том, сейчас разговор не о том, как получить... Что? Я говорю, что объем кодуса на х квадрате нужно проинтегрировать. Да, конечно, поэтому мы все равно здесь это не интегральное. Нет, в какой-то момент интеграл нужен. Более того, это он по существу там нужен, потому что вы иначе число 1 треть непонятно откуда получите. Понимаете, на плоскости произведения основания на высоту пополам, а тут 1 треть. Это нужно в какой-то момент интеграл. Но тем не менее получается, что если вы действительно работаете только с шаром, а уже до этого знаете объем конуса, то, собственно, можно и без интеграл. Можно вот так. Договорились? Очень хорошо. Очень хорошо. Объем тела вращения, проповедливость. Блин, да. Он все рассказывал уже, да? Вот поэтому, это вы, что называется, об этом не нуждаетесь. Шар – это тело вращения. Шар – это тело вращения. Шар – это тело вращения. Только, извините, а как вы узнаете, где у него центр тяжести? Как раз для того, чтобы узнать, где центр тяжести полукруга, применяется та самая формула и формула объема шара. Шар – О, извините. Шар – А что, нельзя никак по нейтрически? Шар – Никак. Шар – Не, ну как, на 5 интеграл писать. Шар – В любом случае, это все сводится к какому-то интеграл.